Музей блиндажного тыпа – соправдный летопись подей 70-годовой давнины. Миновито тут, на 71-м километре Шашиба-Бруйск-Мазыр, 24-го червеня 1944 года, почалась масштабная наступальная операция советской армии, якая заявляется переломной подеей у истории Великой Айчинной войны. Командующий Первым Белорусским фронтом маршал Константин Рокоссовский выказал пропонову, якая стала новиной для тагочастной военной стратегии – нанесение одразу двух головных ударов по формированиям ворога. Глубокая шалонированная оборона, и нашим войскам предстояло, конечно, совершить невообразимое, прорвать эту оборону, и для этого Рокоссовский не стал, так сказать, пытаться растягивать свои силы, сконцентрировал многократный перевес на узких участках, и вот здесь, на этом участке, это было южнее Парич, и, собственно говоря, один из главных ударов шел именно отсюда, второй со стороны Рогачева. 25 и 26 червня советская армия развивала наступление. 27-го замкнулась Акола вокруг Бабруйска, и была полностью знижена немецкая группировка. 50 тысяч немецких солдат загинуло, 20 тысяч были узяты у палон. Выником поспехового початку операции «Багратион» стал далейший выход про Слуцк и старые дороги до Минска, який 3-го липеня был вызволен от оккупантов. У музея об тих падеях нагадывают архивные документы, фотосдымки, узоры зброи и военной амуниции. Историки посправовали узгадать кожного, кто унес важкий уклад у поспех операции «Багратион». Особливую увагу притягивает вот этот инфокиоск. Подобные аппараты вельми популярны во прошлый час в установах культуры. Наведывальники музея смогут доведаться на приклад об операции «Багратион», альбо отримать полную информацию об падеях и героях Великой Айчинной войны. Для того, что тут находятся материалы про Светлогорский район, его послевоенное и сушасное развитие. З нагоды открытия музея, каля мемориального комплекса, собрались ветераны войны, вязни фашистских концлагеров, простовники Улады, кероники предприемства, уже хоры райцентра и ближайших вёсок. Усягло на урожистом мероприемстве присутничало каля трёх тысяч человек. Музей очень хорошо. Это наша история, это наше прошлое. Ну и показываем для нашего будущего. Военный музей – суместный проект Гомельского областного музея военной славы и Светлогорского гисторика-краизнавчего музея. Партнёры мают намер протягивать супрационниство и долей. Тым часом и у мясцовым райвыконками обещают протягнуть развитие мемориального комплекса. Мы разговаривали и с нашими специалистами, что на самом деле сегодня необходимы какие-то материальные средства, и чтобы фонд нашего сегодняшнего мемориала постоянно пополнялся, чтобы людям было интересно. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, отель радиокомпания «Гомель», Светлогорский район.